Приветствую вас, я думаю, что вообще нужно для начала определиться с тем, что у вас в семье происходит лица, потому что все идут оттуда, и отношения ваши с любовником сейчас, это отражения того, что у вас происходит с мужем, вот. Поэтому для начала надо разобраться именно в отношениях с вашим мужем, дальше уже будет несколько более понятно, что и как делать, потому что я понимаю, что вам не по себе, я понимаю, что вам трудно, что вы заботились, но по сути речь идет именно о проблемах в семье с вашим мужем, и уже любовник идет как такие последствия неких действий, которые привели вас уже к тому вот, что вы сейчас имеете. Вот. А вы пишите, что не знаю, чего от него хотеть. Я полагаю, что все связано с тем, что вы не разобрались с тем, чего вы вообще хотите от жизни для себя. Вы не разобрались с тем, чего вы, например, что вы оказались с тем, что вы оказались своей семьи со своим мужем, зачем вы у ногами нависали трое детейぶland, вот, насколько вы, эм... уверены в себя, допустим, вот. Насколько вы оценивали адекватно ту ситуацию, когда вы давали согласие на замужество, к примеру, и прочее, прочее, прочее. Вот с этими вещами, примерно, вам нужно работать, и тогда, я полагаю, вы поймете, что вам хочется от любовников. Знаете, потому что ревность, это неуверенность в себе, это страх отца одной, это отсутствие самореализации. И, ну, винить вас в этом, говорить, что вот, у вас этого не должно быть, но это странно, как минимум, потому что, ну, если у вас это есть, то от этого никуда не деться, понимаете. Это нужно принять, и, значит, приняв это, уже можно будет как-то что-то с этим сделать. Вот. Знаете, какая штука. Я бы сказал, что вы сейчас находитесь в таком классическом треугольнике Карпмана. Вот. Вам можно и нужно его изучить самой, для того, чтобы лучше понимать, что происходит. Вот. И дальше уже действовать. Дальше уже двигаться там. Вот. Значит, вы пишете, ревную и люблю, но уйти с меня нельзя, трое детей. А почему, во-первых, вы не можете уйти с детьми. Далее. Как вы воспринимаете детей? Что значит нельзя? Если вы несчастливы в семье, то почему нельзя? То есть, если вы несчастливы, если ваши дети не делают вас счастливой, то почему нельзя? То есть, тут, опять же, да, некие такие ограничения у вас, которые, ну, совершенно ничего вам не дают, по сути. И тут хочется спросить, а что для вас значит семья? Что значит для вас значит семья, что вы ради, вот, своей семьи готовы на, вот, такие действия, да, по типу, по типу, жертвовать своим счастьем, своей реализацией, своей свободой, своих эмоций и так далее. То есть, вот этот момент еще я бы хотел раскрыть. То есть, насколько для вас важна семья и чем? Вот. Коллега сказала, что вы чувствуете вину, да, вину за то, что происходит сейчас. И надо сказать, что это вполне закономерное чувство, частое чувство, вот. Но от того, что оно часто возникает у людей, это не означает, что оно хорошее, или что оно правильное, или что оно естественное. Вот. Так или иначе, с чувством вины нужно работать. Так или иначе, с чувством вины нужно работать, нужно смотреть, на чем оно базируется, на что оно опирается, вот, в, так скажем, своей природе, вот. И дальше уже с ним взаимодействовать. Потому что, ну, дети это не панацея и, в принципе, детей, если вам хочется детей, вы можете, в принципе, оставить. Да? Ну, то есть, оставить, в том смысле, что оставить их с мужем, если уж, если уж на, ну, если уж на то пошло. Вот. Ничего страшного, именно страшного ничего в этом не будет, на мой взгляд. Вот. А вы, вы получите, в общем-то, из плюсов, да, вы получите, скажем так, несколько большую свободу своих действий. Вот. Ну, ну, мне так, опять же, видится, да, мне так, опять же, мне так представляется. Вот. И это было бы довольно справедливо. Для вас это было бы довольно справедливо. Вот. Значит, вам необходимо взять ответственность на себя за свои решения, за свои желания, за свои потребности. Вот. Вам необходимо взять ответственность за свои чувства. Вот. То есть, это именно, вот, речь идет об ответственности за свои чувства. Именно об ответственности речь идет. Вот. Вот. А, чтобы не повторять. Больше, вот, чтобы не было таких, ну, таких вот у вас, эм... Ситуации, как сейчас. Вот. Это, ну, происходит примерно. Вот. Обязательно, эм... Подумайте, как вы относитесь к мужу, как вы относитесь к, эм... Любовнику, вот. Что дает вам муж, какие у вас, эм... Есть, эм... Проблемы с, эм... Мужем. То, что проблемы с мужем есть, это... Эм... Эм... Совершеннейший, эм... 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 Ну, совершеннейший факт. Я полагаю, что... С этим вы не будете, эм... Эм... спорить. Вот. Ну, с этим нужно работать. То есть, то есть, с этим нужно все, эм... Гармонизировать, эээ... Слова разобраться в себе, а потом понять, что вы хотите, что вы хотите. Эм... Если гармонизировать отношения в эээ... Своей эээ... Значит... Ээ... Семье, да, то это одно. Если эээ... Ээээ... Там разобраться в себе, это другое. Вот. Но дети, ради которых вы это все делаете, ведь они не будут, эээээ счастливы на самом деле. Потому что они чувствуют то напряжение, которое имеет место быть, они его ощущают, они его чувствуют. И вы делаете своим детям только хуже тем, что удерживаете, скажем так, себя в этой ситуации. Я думаю, что вот такой ответ вам можно дать. То есть чувство вины, которое вы испытываете, именно чувство вины, оно вам ничего не даст. Чувство долга, которое вы испытываете действием еще в себе, оно ни вам, ни вашим детям тоже ничего не даст. Вот. Поэтому вы и спросите себя, так а, собственно, ради чего, ради чего, собственно, мы боролись, боролись, вот. Ради чего стоит, зачем стоит, вот. Я думаю, что вам в любом случае будет более понятно и легче. Тогда уже будет принять какое-то решение, вот, чем, допустим, сейчас вы мечетесь, условно говоря, метод двух огней. Вот. Возможно, нужно научиться конструктивнее выражать свои эмоции, вот. Конструктивнее выражать свои чувства, вот, конструктивнее выражать свои ощущения, более, так сказать, ну, более выражать их корректно, корректно, вот. Я думаю, что это вот то, чего вам не хватает, вот. Ну, как бы вы и не должны этого, в принципе, уметь. Но, психолог мог бы вам в этом помочь, помочь разобраться в себе. На этом, в принципе, всё. Я думаю, если у вас остались вопросы, вы можете задать любому эксперту, который вам будет по душе. Вот. И, соответственно, вам помогут. Вот. Я надеюсь, со своей стороны, что для вас это было полезным. Вот. Я надеюсь, со своей стороны, что вам это было интересно. Вот. И если, а... Мой ответ... вам понравился, что... ... я буду... вам благодарен... ... бё... за его... ... оценку... ... в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена.